Всем привет! С вами, как всегда, Элла Дезертир, и мы начинаем нашу новую рубрику подкаст «Вопрос-ответ». Итак, начнём с общих вопросов, потому что серьёзных у нас не накопилось, и в ближайшее время мы решили, скорее всего, сделать и задавать их себе сами, и обсуждать их, опять же, сами. Ну и начнём мы, наверное, с Элкина. Ты же не против? Да, я не против. Всем ещё раз привет. Я тебя только поправлю, потому что задавали вопросы зрители, а мы их отвечаем. Да, но я про другое имел в виду, про вторую рубрику, но да ладно. Окей. Итак, первый вопрос. Элл, когда ты впервые познакомился с играми Близзарда лично, и вообще, какие игры других компаний тебе нравятся? Интересный вопрос. Первая игра от Близзард была, естественно, по-моему, StarCraft 2. Познакомил меня с ней мой брат, мой старший брат. С тех пор она мне не очень понравилась, потому что была стратегия, там надо было думать. И второй игрой от Близзард была Diablo 2. Вот там надо было меньше думать, и поэтому она мне больше понравилась. В другие игры не Близзард я не играл, поскольку в то время, когда мне было лет 10-12, у нас не было мощного компа, и все другие игры от Electronics Arts, они просто не тянулись. Ну, тогда понятно. То есть, в данный момент тебя больше пока никакие игры особо не интересуют. Нет, мне... Любовь Близзард меня привила, я продолжаю быть верен им. Ты с ними остался по сей день, так сказать. Окей, следующий вопрос. Какую книгу ты посоветуешь людям почитать? Вот задали вопрос тому человеку, который книги вообще не читает. Ну, пусть все это знают. Да, единственные книги, которые я читаю, это которые пишут сами Близзард, связаны они с историей ихних игр и вселенных. Если вам интересно, вот читайте по их тематике. Есть огромные серии по Варкрафту, по тому же Diablo, по Старкрафту пока что-то только комиксы, никаких серьезных книг там нету. Не знаю, буду остроумен прочитать и букварь, наверное, посоветую всем. Ну что, теперь пришло время задать тебе вопрос, который задают тебе твои зрители. Читаю так вопросы, как они написаны. Дезертир, будет кто-то приглашать? Не знаю, кто-то. И еще, если сможете, сделайте какие-то конкурсы. Ну, во-первых, я немножко не понял насчет, будет кто-то приглашать. Ну, наверное, имели в виду... Кого-то, скорее всего. Да, кого-то приглашать. Мы, как бы, в принципе, не планируем определенно именно приглашать кого-либо. Но у нас есть определенные люди, кого мы можем пригласить, скажем так. Поэтому, наверное, я так думаю, это сойдет за ответ в каком-то смысле. Да. И про конкурсы? Это был все один и тот же человек? Про конкурсы, да. Мы можем... В ближайшее время не знаю, но в целом мы будем, наверное, что-то устраивать. Когда именно, я не скажу, но... Да, такое в планах есть. Спасибо. Ну что, теперь твой вопрос. Готов ли ты? Готов. Вопрос от человека с очень специфическим аватаром, а именно с аватаром котейки. И вопрос, соответственно, похожий. Во-первых, как кот. Отлично. Сидит, балуется во время записи. А во-вторых, как жизнь. Отлично. Спасибо, что интересуетесь. И у кота, и у меня. А вот. Так что, вот так вот. В общем, зрители пока интересуются. Это хорошо. Эл, следующий вопрос. Будешь ли ты проходить Diablo 2? Lord of Destruction. И, соответственно, если можешь, запиши прохождение. Проходить Diablo 2 буду. Так же, как и первую часть, оригинал. Где там разрешение экрана, по-моему, 640 на 480. Я вот пока не знаю, как я с этим буду бороться. Если еще я найду русификатор нормальный, потому что не все у нас говорят по-английски. И да, будет прохождение 1-го Diablo 2-го. И Lord of Destruction это как expansion. Ждите. Ну давай. Теперь твоя очередь. Так, дизестир. Здравствуй. Да, диссертир. Во-первых, спасибо за критику. Не знаю, какой критик идет речь. Ну, я знаю, там человек спрашивал насчет его обзоров, как они и так далее. Ай-яй-яй-яй-яй. Вон как. Во-вторых, как ты относишься к новому анонсу от AMD. В-третьих, как ты получил партнерку для стриминга, скорее всего, про YouTube говорят. И в-четвертых, когда будут новые конкурсы от тебя и Элки. И турниры, само собой. А вот, это, я так понимаю, от одного человека все. Да, все, один такой огромный вопрос. Ну и так, давайте теперь заранее еще раз с первого, если я правильно припоминаю. Это был вопрос... AMD. От AMD, да. А именно, отношусь к AMD вообще в принципе относительно, потому что они мне, ну не знаю, не симпатизируют, как минимум. А-а-а, привык я уже пользоваться своей Nvidia. Вот, поэтому, ну не знаю, я отношусь к ним относительно. То есть, мне они не очень нравятся, но карты, говорят, относительно хорошие. То есть, если вы соберетесь покупать, они довольно мощные. По крайней мере, в этом плане. А, вот. Как ты получил партнерку на YouTube? А-а-а, вначале я получил партнерку очень просто. Это связался с основным каналом, ну, YouTube. Да, то есть, напрямую. И запросил в них партнерство. После чего они мне, в принципе, его выдали. И я получил партнерку от них. А-а, чуть позже я попытался найти более хорошего партнера. Нашел его и заключил же партнерство напрямую с другим партнером, минуя, скажем так, этот YouTube. Да, просто я тебе вклинюсь в твой вопрос. Есть стандартная партнерка от самого YouTube. В данный момент ее очень легко получить. Вам надо, чтобы у вас на канале было одно видео, и там у него было 500 просмотров. Все. Вам автоматически дается. А если вы хотите уже делать видео и зарабатывать на них деньги, лучше найти стороннюю программу и с ними уже заключать договор. Потому что у сторонних партнеров есть такие фишки, как если вы используете какую-нибудь музыку, на вас не накладываются никакие ограничения или какой-нибудь контент. Ну, скажем так, и перебью тебя на самом деле накладываются, но лишь таким образом, чтобы вы будете просто дополнительные деньги платить официальным авторам, да, то есть, не более. Ну, а если у вас только от YouTube партнерка, и вы использовали какой-нибудь там уже будет бан. Да, там, там не будет бана, там будут просто все деньги уходить автору. А если у вас сторонняя партнерка, тогда ваши деньги будут, так сказать, разделяться. Вам, автору и партнерской студии, с кем вы заключены. Ну да, на самом деле, я тебе скажу честно, то, что там будет все-таки бан в одном случае, если ты с YouTube, почему так? Потому что они, им проще забанить своего же партнера такого, да, чем что-то разбираться. Ну, ясно. Ладно, в-четвертых, когда конкурсы будут, но мы уже на это дело отвечали. Ну, конкурсы, да, они когда будут, тогда будут, поэтому тут вопрос уже проходит мимо. А в следующем вопросе, если я помню, там еще будет еще один такой, как именно подключиться к партнерке, как, например, YouTube, я чуть позже объясню более подробно. Ну, так ладно. К тебе следующий вопрос, если у тебя есть страничка ВКонтакте, то кинь ссылочку. Вот. Типа люди с тобой хотят пообщаться. В ВКонтакте я есть, просто там вообще не появляюсь. И в разделе, где вот задают эти вопросы, там есть ссылка, там уже кто-то кинул. Да, ну, я просто его задал, потому что он был. Так что смело заходите, это я, реальный я. Реальный я. Не левая ссылка там указана. Это пруф. Пруф, да. Следующий вопрос, Эл, когда запишешь предыдущие стримы? Вот, читаю, как есть. Ну, видать, стримы, которые не выходили, их ждали люди, которые пропустили, хотят их увидеть. К сожалению, как я уже все время повторяюсь, когда YouTube не может записать нормально стрим, то, естественно, я его не выкладываю. Потому что стримлю, допустим, 2 часа, YouTube с перебоями запишет 30 минут, там 10 минут, порой вообще 0 минут записывает. Естественно, такую ерунду не выложишь. А когда стримы появляются, значит, с ними все нормально произошло, их YouTube обработал. И наслаждайтесь. Так что все зависит от YouTube, а не от меня. Вот так вот. Да. Следующий, давай, вопрос уже. Я жду. Тебе? Да. Непонятно, почему автор пишет здесь. В-третьих, как ты получил партнерку, ну ты это видел. Вот тебе шквал вопросов от Терри Нова. Это большая так. Ну, я, кстати, обещал объяснить, как именно получать партнерку полностью нормальную, то есть от YouTube. Самый простой способ – это немножко, скажем так, считерить, сказать, точнее, заполнить поле, откуда вы. Это написать, что вы из Америки, то есть из Штатов, соответственно, USA. И в таком случае вы сможете спокойно получить партнерку от YouTube, не прилагая к этому никаких вообще усилий. Да, потому что они ее дают даже с учетом того, что у вас нету ни одного видео, нету ничего, у вас полностью пустой канал. И для этого, точнее, тем не менее, да, они дают возможность получить партнерку. Это для меня был в первый раз шоком, когда я узнал, но вот даже вот так. То есть американцам дают без всего, а нам надо что-то делать, чтобы получить. Давай следующий. Ново Терра, это он, кстати. Почему бы вам не пригласить на стрим девушку или свою, или из подписчиков? Почему? Свою, во-первых, я думаю, не пойдет, тем более, что я уже спрашивал. Аналогично. Вот, по поводу девушки, ну, можно, конечно, как вариант пригласить, то есть найти кого-то, кому это будет интересно, и уже пообщаться на эту тему с таким человеком. В принципе, нет, не против, можно, почему нет. Да, если вы девушка, вы... Если вы девушка, да, если вы хотите там поучаствовать с нами в наших стримах, почему бы нет, мы не против. Да, мы же всяких прочнистов приглашаем на стрим. Да, чем девушка хуже прочниста, например. Да. Или у нас так вот, типа булочник, булочником можно, а девушки нет? Так, давай, следующий вопрос. Давай. Александр, он же Диас, почему ты не покажешь свое лицо миру? Не вижу смысла с учетом маленького количества подписчиков и прочего подобного. Пока на данный момент не вижу смысла. Ну и в конце он пишет, придумаю, еще напишу обязательно. Ждем, ждем, ждем. Ждем. Что у нас там, следующее на повестке дня? На повестке дня, Эл, привет. Будешь ли ты выкладывать после Близзкона, точнее после Близзкон, но не стрим? То есть, видимо, человек имел в виду какие-то записи с Близзкона, которых не было на стриме. То есть, то, что, в принципе, я отвечу, наверное, за тебя, если ты не против. Да, не против. То, что мы планировали с тобой делать, то есть, именно делать некоторые записи, как таковые, концовку, например, которую мы не успели, потому что мы реально ушли спать и нам немножко не до того уже было. И я думаю, что да, мы будем, скорее всего, выкладывать Близзкон, но пока без понятия, когда это будет. Да. Как-то так. Косплей нас ждет, я очень сам хочу посмотреть и комментировать с тобой. Да, я тоже, поэтому... Вот так. Следующий вопрос. О обществении Деза есть хорошее предложение. Может, согласишься? На какое? На какое? Ну, там люди имели в виду именно... Страшилки. Да, страшилки, а именно Краю Фир, насколько мне не изменяет память. Вот, и, соответственно, к тебе вопрос, да, то есть, согласишься ли кто по этому поводу? Как только, так сразу. Значит, вот прям вот готов. Не, ну я-то готов, но вот как мы запишем с тобой Близзкон, там, еще пары проектов, которые у нас никак не могут увидеть свет, тут же перейдем к нашим ужастикам. А, вот, ну и тут же вопрос, как бы, логичный, на который я тоже могу ответить, как бы, сам, да, то, что будешь ли проходить дополнение Diablo 3 и Reaper of Soul, да, я думаю, что ты ответишь, да, буду. Я даже скажу и разочарую всех, что мы это будем в кооперативе делать с кем-то. Да, с кем-то, вот прям неизвестно даже с кем. Ну, вот, поэтому, как-то так. Да. Вопросик тебе теперь, я так понимаю. Будем ли мы снимать Minecraft или будешь ли ты его снимать? В ближайшее время точно не планирую. Будем ли мы с тобой его снимать, пока не знаю. Я сразу скажу, нет. А вот, если вы там, как-то, я не знаю, его уговорите, там, поставите тысячу лайков, может, он и будет снимать. Да, вот за тысячу обязательно. Вот, видите, он набирает это тысяча лайков, Minecraft будет сто процентов. Вот. Поэтому все зависит от вас. Я-то, как бы, не особо, честно говоря, сам стремлюсь его снимать, потому что Minecraft для меня, в принципе, немножко устарел, да и его снимает каждый второй человек, поэтому, ну, не торт, как по мне. Хотя, да, есть местами интересно, но задалбывает, на мой взгляд, довольно быстро, потому что это однообразие, то есть ты копаешь, строишь, 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 ничего не делаешь. Да. Вот. Ну, и то, что, ну, и подумаешь, там, вовки, убиваешь, опять убиваешь, лутаешь, убиваешь. Ну, хотя ты тоже на вовку забил, ладно, а следующий вопрос? Давай. Там больше вопросов, меня я так понял, нету, да? Ну, и следующий вопрос от Эры Новой, который вот он придумал. Будешь ли ты выбиваться в StarCraft 2, в серебро, золото, платину в один на один? Ну, в принципе, такой, конечно, вариант возможен, но выбьюсь ли я, вот тут уже вопрос более... Желание-то у него есть. Да, в принципе, оно присутствует, хотя желание не то, чтобы выбиться, а то, чтобы скорее научиться играть получше, тут даже вот так вот. Вот, но в целом, да, возможно будет. Когда? Без понятия, честно. А вот. Давай, так, тебе, наверное, вопрос надо, да? Давай. Кучкуй. Кучкуй вопрос. Вопрос будет примерно следующий, раз уж на стримах есть Nexus War, то расскажи, как бороться с твоими любимыми, ну, как защищаться даже, вот, скажем так, от твоих любимых атак. Расскажи это людям, то есть, Masthory, как вариант. Мне кажется, этот вопрос все-таки он тебе, потому что ты у нас любитель торгового ряда, но... А, твои атаки, Masthory? Мои. Ну, просто не допускать, чтобы они копились, давить чем-то более ранним. Там, не знаю, до торгов-то надо разжиться, там, здание 200 минералов, по-моему, стоит, и... Мои Masthory обычно где-то на 20-й минуте, а до 20-й минуты можно спокойно оппонента убить. Там, теми же Masthory, или другими, там, гидральскими, или луркерами, афонтами. Сейчас, ответственно, следующий вопрос, если можно смешивать войска, то как это делать лучше? Это... Опять туда же, да. Туда же. Ну, в зависимости, какой расы, наверное, играешь, это, во-первых, смешивать. Вот если бы они бы про ладер спросили, я бы ответил, но про торговый ряд я без понятия, там же никого баланса нет. Ну, допустим, если вы видите, что там Masthory и Masthory, переходите в воздух. Если там Masthory, то делайте, наверное, антивоздух, это всё логично. Ты можешь чем-нибудь добавить по этому поводу? Masthory и Masthory. На крайняк Masthory, как он же сам же и написал. Поэтому, да, наверное, вот просто надо уходить в Masthory. Скорее всего, это единственный логичный вариант. Я просто не знаю, как ещё это... Можно... Отбить. Отбить, да. Потому что массовость отбивается только массовостью. То есть, ну, это логично. Ну, или, допустим, анализировать то, что у соперников, делать то, что бьёт с вашей стороны очень легко. Вот, допустим, дезертирован в начальных стадиях, делает мало юнитов, копит на дарка и нарезает потом пол игры. Вот он видит, что там детекторов нету, всё, а дарки там уже на миллион нарезали. И потом Masthory появляются. Всё, вот... Не, у дезертирки никогда не было Masthory, поэтому он только что вам наврал, это он... Не, я имел в виду, что ты режешь, а я коплю на Masthory, и всё. Ну да, только единственный минус, то, что мы с тобой постоянно на разных местах, то есть, снизу и сверху, или наоборот. Ладно, давай следующий. Следующий вопрос звучит примерно так. Эл, когда будет сборка Battle Cruiser? Ну, она уже есть, вопрос просто устарел. Вот, ещё следующий вопрос, это... Здравствуй, Эл, хотел спросить, как играть с тобой на стриме? Заходите в наше любимое сообщество в StarCraft, присоединяйтесь, абсолютно бесплатно, и оно открытое. И на выходных, в субботу, в воскресенье, сейчас по Москве, испытывайте удачу, приглашу ли я вас или дезертир поиграть с нами. В 90% случаев все попадают туда. Так что, приходите. Следующий вопрос, Эл, вот скажи, если я тебе игру предложу, то ты обдумаешь, я лично хочу, чтобы ты прошёл Сталкер Зофф Припяти. У меня просто со Сталкером, со самой игры, плохие воспоминания, потому что, когда только сделали первый Сталкер, был альфа-тест. Вот я его скачал где-то, смог запустить. Там надо было какие-то тучи непонятных вещей ставить. Я его запустил, и передо мной было два вагона, и собака, которая вечно на меня бежала и съедала. А у меня калашников был в руках. Из-за этого я испортил всё впечатление себе об игре. И с тех пор, когда уже релиз вышел, мне как-то она абсолютно не понравилась. Не знаю, вот не играйте в альфа-тесты, вот что они с вами делают. Не знаю, я проходить, наверное, её не буду. Это не мой жанр. Ну, я Сталкера, например, про себя тоже скажу. Навряд ли буду проходить по причине того, что я его прошёл. Особенно в Зоу Припяти. Ну, всё-таки первая часть мне понравилась меньше, чем следующая, поэтому точно нет. И также вопрос, как опять дела. Ну, тут уже, наверное, понятно. У меня там ещё какие-нибудь вопросы остались? Конечно, остались. Допустим, повторный вопрос. А вы стрим близко нас сохраните? Ааа, нет! Нет? Нет, да, мы его выложим. Мы его не будем сохранять. Он уже выложен. Тем более. Насчёт стрима по порталу. Скачайте какую-нибудь пользовательскую карту, чтобы никто из вас не знал, как её проходить. А то дезертир всё знает, как проходить. Видишь, людям неинтересно. Да, да, да. А по поводу как раз вот этого мы уже скачали, то есть это тоже вопрос уже постарел. То есть мы уже скачали, мы уже проходим, и в этом случае всё отлично. Вопрос, как вы получили партнёрку, мы уже рассказывали. Ну, тогда давай следующий тебе задам. Эл, где Старкрафт? Вопрос тоже, морально устарел? Да, вчера был стрим, к примеру. Далее. Котя залил видео про своего хозяина, но это не вопрос. Поиграйте в Need for Speed Most Wanted 2012. Есть прохождение на канале, смотри. Давай следующий. 3000 зрителей тебя поздравляют. Спасибо. Только... Не знаю, с чем, да? Да. Эл, будут ли подкасты частыми? Вернёшься ли ты к Battlefield 4, который начал, но не прошёл? Почему-то у меня такое ощущение, что нет. Да, ты абсолютно прав. После прохождения кода мне... Я настрелялся, а Battlefield что-то мне не хочется проходить, потому что там, во-первых, мало кто его смотрит, он ему... Не всем он интересен, да и мне, после как-то глобальных разрушений и больной фантазии продюсера и сценариста кода, Battlefield покажется очень скучным сюжетом. Да. Суша. Будешь ли... Так, если да, будешь ли делать дальше и будешь ли улучшать свои стримы? Улучшать стримы хочу, но куда... что там улучшать? Что вам не нравится? Ответывайте нам, что нам можно там улучшить, да, и что вам, казалось бы, нужно добавить. Ну и почему нету стримов, опять же, и куда ты пропал, ещё последние два вопроса. Куда я пропал, это, видать, было в то время, когда у меня был экзамен по вождению, я, да, пропал. Потом у нас что, был Близкон, мы не стримили субботу с воскресеньем, потому что мы устали и отдыхали. На следующей неделе у меня была днюха, я тоже не стримил, и ты, да, по-моему, тоже не стримил? Нет, я вот в твою днюху как раз стримил, но никому не проболтался, что она у тебя. А я-то думал, сейчас мне миллион поздравлений придут. Вот, и да, был промежуток, когда три недели подряд на выходных не было никаких стримов. Извиняюсь, выхожу обратно. У меня сосед сволочь начинает сверлить. Понятно. Я так понимаю, по вопросам всё? У тебя ещё есть один вопрос. Вы когда-то начинали Майнкрафт снимать, очень интересно было, продолжить или нет. По-моему, похоже, вопрос уже был, и ответ, в принципе, мы дали. Поэтому я думаю, что всё-таки по вопросам, наверное, всё. Ну и последнее, это чисто, что вы думаете насчёт ссылок на скримеры и фильмы Плюс 18. А так, что вы думаете над теми, кто рисует под каждым видео танки. Помню видео, это тоже вопрос. В принципе, у меня на экране сейчас показывается вот это, я думаю про... Нет, не показывается, оказывается. Ну да, там танк обычно из звёздочек рисует. Нет, просто я думаю вот это, по поводу того, кто оставляет все эти танки и прочие скримеры и прочие извращения, которые можно оставить. Мнение давай. Мнение таково? Ну, в принципе, это бесполезные занятия, на мой взгляд, поэтому что этим заниматься, я не понимаю. От себя же добавлю, что все, кто выкладывает ссылки в комментариях, во-первых, YouTube автоматически банит. Ну, не банит, а их просто не пропускает. Если по каким-то причинам оно проходит, я сам баню человека и удаляю. Ну, танки у меня, к сожалению, не все проезжают, видать, они, опять же-таки, на минном поле YouTube просто не проходят. Да, подрываются, так сказать. Да. И как уже Дес сказал, это пустая трата времени. Да, потому что YouTube коварен, жесток и, как бы, бесполезно это всё делать, на мой взгляд. Да и какая, как говорится, западу разница, что мы думаем про их сайты и так далее. Ну вот, а в принципе, что я могу сказать... Коротенький у нас, да, выпуск получается. Да, что я могу сказать, это для первого выпуска всё. Вопросов, к сожалению, более не поставили. Поэтому прочитали мы все в ближайшем... Будущем. В ближайшем будущем выпуске, я думаю, мы покажем что-то большее, если, опять же, вы пришлёте нам вопросы. А также, наверное, ждите скоро выпуск подкаста, но немножко более широкими вопросами, да, которые мы придумаем сами, потому что вы нам не прислали довольно хороших вопросов, чтобы их обсудить. Как-то так. Да, если у вас есть вопросы и вы не знаете, куда их оставлять, заходите на канал, в раздел обсуждения и пилите туда свой вопрос любой сложности в пределах разумного. И, пожалуйста, пытайтесь его написать, составьте его грамотно, чтобы мы не ломали голову, что вы имели в виду. Да. В общем, выпуск следующих рубрик зависит всецело от вас, дорогие наши зрители. Ждём его с нетерпением и хотим продолжить эту интересную, так сказать, рубрику, но, опять же, зависит всё это от вас. Так что, всем спасибо, кто нас слушал, смотрел и пока. Всем, ребят, удачи. А, всё, у меня...